Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все браты и сестры, Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенных Христов в образ, по Его образу, в Христов возраст, по Его образу, Его учению, которое через две тысячи лет дошло нас в Евангелие. Неделю я не говорил этой фразы, аж запамятовал, я неделю назад в понедельник закончил Евангелие от Луки, все у меня на канале есть теперь, три дня там хвосты подчищал, кое-что с сайтом занимался, там с группами, потом на три дня меня свалило, вот, ну кто знает я болею давно и серьезно, бывают у меня еще жуткие приступы, Суббот, воскресенье, побывал в аду снова, бяда, у кого есть желание, можете вспоминать, воздыхать обо мне в своих молитвах о моем здоровье, о том, чтобы я полностью исцелился, освободился от своего недуга, Ибо сатана сильно удручает меня через плоть, чтобы я отрекся от Бога, от Иисуса. Но, благодатью Божию есть мы то, что есть. В субботу трансляции не получилось, во-первых, по здоровью, пол третьего где-то я уже в два я понял, что все равно не смогу и провести ни в каком состоянии, я уже говорил, хоть я и пытаться буду в любом проводить, но есть состояния, в которых уже все это предел. И в любом случае не получилось бы провести, потому что где-то с пол четвертого в четыре я все равно, ну компьютер у меня всегда включен, бывает что-то там грузится, вот что-то я там сохраняю, монтирую, бывает просто тоже, ну что-то слушаю, все равно смотрю, бывает просто выключишь комп, включен. Где-то в четыре я стал что-то в интернете, там кое-кто мне писал, я так пытался отвечать, потом как-то, короче, я увидел, что где-то, ну в принципе с пол четвертого, может с четырех до семи не работал интернет, кто знает, что в России сейчас творится с борьбой Роскомнадзора и Телеграма, тот в курсе. Так вот, не работало ничего, кроме Телеграма, я не мог зайти ни на один канал на Ютуб, я попробовал, то есть трансляция в любом случае, если бы и началась, как я понял, потому что это скорее всего где-то после трех началось, то она была бы сорвана. Вот, так что, видите, как Господь всегда везде, ты порой не знаешь даже, вот. Но, правда, лучше было сорвана трансляция, чем мои приступы, которые я просто ненавижу. Переживать каждый приступ, невозможно с этим смириться, невозможно привыкнуть человеку к боли, к ужасной боли, можно, конечно. Есть какие-то болевые пороги, но когда этот порог переходит, то все. Только караул остается кричать, больше ничего. Вот так вот, это что по поводу моего вообще, все-таки это ответ на вопрос, если я могу, чтобы отдельно ролик не записать. Хочу сказать, какие у меня дела. Беда у меня там с компьютером, никак у меня не получается купить. Один купили, как будто сломанный, второй там целое сейчас отдали. Короче, ну, как что, будет положительно, я расскажу, пока рассказать, к сожалению, нечего тоже. Ну что, я собрал с утра, сегодня я уже с утра был более-менее бодрячком, занимался моими, моим служением, моими делами. Одно из которых было составление. Я, естественно, кстати, я не был готов, потому что свалило меня в пятницу еще с вечера. Я иногда, я даже не с вечера, я, в принципе, вопросы стараюсь. Ну, иногда, в принципе, всего пока 4 ролика было, это пятый, пятый выпуск. И когда я с пятницы уже начинал, хотя бы просто выбирал, это не так просто, как всем кажется. На это уходит практически весь день. Кажется, сколько-то вопросов-то. Ну, не весь день, но часов 4. Это прям четко полдня рабочего, можно так сказать. Опять, кто все весь день, как будто я должен сутками тоже помирать тут. Вот. И реально, вот я сегодня занимался с утра 4 часа этими вопросами. То есть я и выбирал их, что-то там смотрел. Все это прокручиваешь с каждого канала за неделю. Хотя удивительно, кажется, там, простите, 10 человек меня смотрят. Да, ну, нет, набегает каждый раз. Вот потом я их делаю там в редакторе, потом редактирую, исправляю все эти ошибки, контексты. Ну, что-то добавляю. Потом я, в принципе, не то, что я там планирую отвечать, но есть какие-то надссылки я сразу подготавливаю, чтобы все-таки потом при вас уж не ковыряться, еще раз все равно перечитываешь. Тем более, все есть у меня свои тексты или какой-то ролик хочу на свой дать ссылку. Я вот, кстати, добавил, а статью так и не проверил, все ли там ссылки рабочие. Надеюсь, все рабочие. Мы с вами все посмотрим. Что-то не знаю, ролик большой, наверное, опять получится. Ну, я маленькие ролики не выписать, вы знаете. Потом все это загружаю. Сейчас я делаю статьи, вы знаете, вот на Яндексе. Вот там все тоже опять надо сделать. Все это, короче, не быстро, всем все только, конечно, всегда очень просто. Ну что, начинаем тогда читать. На Яндекс.Дзене у меня есть канал, в описании к ролику всегда все ссылки есть. Там я вот выкладываю некоторые статьи. По сути, это просто перее, как это, так скажем, ютуберским языком выразимся, переливание контента, трафика с Яндекса на Ютуб. Я там несколько статей всего сам вначале написал. Мне это дается очень тяжело. Писак из меня никакой. Вот первые какие-то я тут пытался писать своими словами. Сейчас я начал с книги Откровения. Что-то мне так на сердце легло. Я просто тот текст из Библии беру, какой есть, какой и читался, и туда свой ролик. Ну, вот, к примеру, любой откроем, последняя церковь. Уже они почти все опубликованы. То есть я просто прикрепляю картинки, которые использовал в видео. Текст евангельский, ну, и Нового Завета, в частности, да, книги Откровения. И все, делаю ссылку на свой ролик. Ну, и тоже все контакты, естественно. Ну, и такой ролик, помните, полтора-минутный трейлер. Все, пока я вот так клепаю, это мне подходит. Вот, они как-то вон ранжируются, кому-то показываются. Непонятно даже до конца, что это значит. Тут вон 328 подписчиков уже. Что это значит, я не пойму. Я даже сам не знаю, как им показывается. Но это, по сути, потому что мой жанр не писательский. Мой жанр разговорный. Ну, а с другой стороны, перелинковка меня устраивает. Я не так много трачу на такую статью. По сути, если ролик наоборот, особенно вы видели, да, и в описании я добавляю текст обычно того, что читаю, то тут получается просто с точностью наоборот. Но единственное, что в описании к ролику, кто смотрел, я там ничего от себя никогда не пишу. Я либо тот текст вставляю, который читаю. Но редко я могу какую-то фразу там в описании вставить. И то же самое сейчас здесь. Если так будет и продолжаться, в принципе, я смотрю, они аранжируются, то есть показываются, люди смотрят, даже какие-то лайки там ставят, даже просмотры идут, даже дочитывание есть такая там у них критерий. Идет, да идет. Хотя это, опять же, другая публика. Здесь 328 подписчиков, а на канале, наверное, с того времени, как я Яндекс.Зен открыл, подписчиков 10 прибавилось. То есть это разная аудитория опять, непонятно, что и надо. Ну, я люблю всем заниматься. Что-то пробую. Вот даже вот эти подготовка к вопросу очень удобно мне, кстати. То бы я их в каком-нибудь своем этом делал бы, опять текстовый редакторе, мне очень удобно, вот что их можно себя выложить. Кто-то их может заранее подсчитать. В принципе, это такие же, опять же, потом статья к ролику. Вот это как раз можно статьей назвать, вопрос-ответ. Единственное, опять нет моих устных ответов. Получается, там есть устные вопросы и мои видео-ответы. Меня этот формат устраивает. Даже этот формат, если Яндекс.Зен будет держать, не знает, что из него там вытащит. Вот так вот. Ну, хотел вам все от сердца рассказать, чем я живу. Вопросики поднабрались интересные. Хочется мне вам показать, под каким, под какой гнетом находится всегда служитель слова, чтобы вы тоже иллюзии себе не строили, а может быть иногда и посачивствовали. И вообще, когда вы смотрите на какого-то проповедника, так подумали, ему, наверное, тоже нелегко, да? Вот. Но это к тому, что мы очень часто, кто знает, я лично-то как раз никого не сужаю. Сейчас опять этих тем сегодня будем многокасаться. Вот. Поэтому, а лично как раз надо пожалеть человека, кто бы он там ни был, хоть самый еретик из еретиков и гестаповиц. Мы обличаем лжеучение. Есть истина, есть ложь. И человек должен жить поистине, а не по лжи, да? Ну что, читаем. Что-то у меня уже в горле пересохло. У нас сегодня ноль, сегодня 23 апреля, у нас с утра ноль, снежок пошел. Я печку затопил опять. Вот так вот у меня жарко теперь, как-то жарковато. Дима, ты начал отличную рубрику, интересную, полезную. Еще в ролике номер 3 повеселил, отвечая на первые пару вопросов. Давно я так не смеялась. Не в смысле сильно, а просто классно от четких и остроумных ответов твоих. Ну и еще в последнем ролике был прикол, когда ты прочел «Можете дома сжечь», сам не поняв, что это было. Я хотела спросить, а ты не пробовал менять ударение? Так как слово «дома» отвечает на вопрос не «что, а где?». Ну, думаю, ты уже сам понял, просто получилось немного забавно. Ну, я не понял, а вот когда прочитал, понял. Ну да, я понял. Ну, кто смотрел прошлую трансляцию, да? «Можете дома сжечь», а я почему-то «можете дома сжечь». Вот, видите, одно ударение, как смысл. А мне говорят, ой, да что там, подумаешь о лжеучении в этой секте. Ну, да и живите по лжеучению, это кто мешает. А теперь серьезный вопрос. Может ли человек, которого вывели из Балу... Я тоже, я, кстати, не претендую на гениальность и на совершенство. Я к нему стремлюсь, в отличие от черно-белых протестантских учений, которые спаслись и все, им больше ничего от жизни не надо, и лежат голыми, и ляжу я на пляжу, да? Еще пошутим, вот, немножко. Вот, я стремлюсь к совершенству. Ну да, не понял такой элементарной вещи. Ну, там понятно, там, когда отвечал этот, кто там, Дмитрий Смирнов тогда, что-то вопрос был. Ну да, можете, он бы сказал, дома сжечь. Ну, а я-то читал, а ударение что-то у меня легло на последний слог, не знаю. Ну, теперь серьезный вопрос. Может ли человек, которого вывели из болотистой местности, например, где он уже почти погибал, ругать своего спасителя за то, что он не довел его до самого дома? Мне думается, что когда человека вытащили... Что когда человека вытащили... Да где ж я, чужие потерялся-то... Вытащили с Божьей помощью серьезных зависимостей, то он всегда будет чувствовать большую благодарность Богу и этим людям, которые так помогли. Вообще-то, благодарности почти нет в этом мире. А когда-то, я когда-то заметила по себе, обидевшись на какого-то человека за причиненную боль, вдруг вспомнила, как за год до этого он меня выручил и поняла, как легко может забываться чье-то участие. Я стала с детства учить детей благодарности, объясняя, что на них кто-то потратил время и силы. Ну, а церкви, пасторы очень и очень разные. Одни чисто сердечные и сострадательные, другие имеют совершенно разные мотивы и от искренних заблуждений до эгоистических целей. Поэтому, когда я увидела в моем случае, что церковь не давала всего, что мне нужно для духовного роста, я стала искать хороших проповедников в интернете и мне очень помогли вырасти духовно. А церковь я искала, когда хотела посещать наиболее приближенную к Библии. Ортодоксы своей театрализации закрывают Бога, хотя есть, конечно, исключения, в этом я сомневаюсь. К тому же, по рассказам самим прихожан, там еще присутствуют другие грехи, к большому сожалению. А те, что орут песни, как кто-то выразился, это харизматы. Они за земное процветание и с Богом на короткой ноге. Хотя и там, и там можно встретить искренних верующих. Я знакома с рядом церквей и хочу сказать, что по Новому Завету больше всех стараются пятидесятники и баптисты, только все зависит от пастора. Все-таки церкви, пасторы – это проекция мира в миниатюре, те же люди. Поэтому те, кто стремится к Богу по-настоящему, приходится выбирать. Очень хорошее начало. Я его специально в начале поставил. Ну, в принципе, и сестра ответила. Я так, когда вопросы собираю, в принципе, я только с утра этим занимался. Сейчас два часа дня у меня, записываю ролик. Я не стал писать прямой трансляции. Непонятно, что с интернетом. И никто все равно уже не знает. А я не хочу до следующих суббот и ждать. И с моим здоровьем может опять ничего не получиться. Я буду стараться их проводить практически в любом состоянии, если это реально. И если нет, если я поболезни или где-то отсутствую, я все-таки буду записывать, пусть не в прямом эфире, ответы на вопросы. Потому что их будет тогда очень много накапливаться. Я тоже не робот. Больше двух часов у меня не хватает силы говорить все равно. Двухчасовые ролики. 2.20 у меня рекорд там. Я не знаю, вы его видели уже, по-моему. По луке я там записал. Я же пишу, я ничего не монтирую. Вернее, если я и монтирую порой, ну, это я, по сути, все говорил напрямую. У меня бывало просто срывалась там программа или еще что-то. Вот. Вот сегодня мы затронем очень эти хорошие вопросы. Как раз я не зря его прочитал. Я опять буду об этом говорить. Вот я не знаю, что сестра хотела мне начетно михнуть. Или это просто какое-то излияние. Вот начнем опять. Есть огромная разница между человеком и его мыслями. И это немножко тоже не то, как вы слышали, кто знает, в ортодоксе есть. Я типа не ненавижу не человека, а его грех. Но порой они это высказывают лично человеку. И это тоже огромное заплуждение. И я к этому не придерживаюсь. Я смотрю на Иисуса. Я даже не смотрю никогда на апостолов. Я это всегда говорил. Я не смотрю на ветхозаветных праведников и пророков. Я смотрю только на Иисуса. Он лично никого никогда не осудил. Не оскорбил, не позлословил, не запоносил. Он это делал только тет-а-тет. Если он такое делал и обличал. Помните, как Петру он сказал вообще пик, пик, что можно сказать человеку. Отойди от меня, сатана. И он говорил не внутри сатаны, а Петру. Он говорил лично Петру. Человек, исполнившись духа, бога противного, является сатаной. Сатана, кто знает, приводится как противник. Можете закидать мне сейчас помидорами, что Петр сатана. На тот момент да. И то, кстати, по неведению. И то, как раз я его лично сейчас не укоряю. Потому что как раз я, кто мои ролики смотрел. И на этот момент я всегда даю такой комментарий. И свои мысли, вернее, высказываю. Что как раз Петр по человеческому суждению, о чем ему самый Господь сказал. Ты говоришь не то, что Божье, но что человеческое. По человеческому он ему все правильно сказал. Иисус рассказывает о своих страданиях. Как его будет убивать, как он будет мучиться. Ну что любой нормальный человек скажет другому человеку, любящему причем. Или любимому, вернее. Человеку. Да не будет этого с тобой. Будь милостью к себе. И это нормально. Но это по-человечески. По-божески это было не так. Это очень важно. Понимать тоже такой момент. Поэтому, но Иисус сказал ему прямо. Может быть были другие слова. Мы точно, мы все упираемся в те переводы, что до нас дошло, как до нас дошло. Но так написано в синодальном и так написано в греческих текстах. Это очень важно понимать. Поэтому разница между учением человеком и самим человеком, пусть с этими мыслями в голове, огромная разница. Разбираем по порядку. Сестра приводит живой пример. Человек спасся, его спасли. Я понимаю. У меня таких личных есть. Именно она как будто теорию рассказывает. Но нет мне. Мне рассказывали, что у них сидит. У меня есть особенность протестантов. У меня есть братья, которые рассказывали, когда их именно харизматы, еще кто-то вытащили из наркомании. Хотя вытащил-то их Бог. Они сами-то говорят. И что это было не с первого раза. Что они по три раза убегали из этих репцентов. И потом, когда он сам уже приходил до пика, какой-то был переломный момент до ручки. И он каялся перед Богом, отдавался ему и просил его просто избавить его. И тогда это происходило. То есть, во-первых, большой вопрос, кто это делает, люди или Бог. Когда я реальные истории слышу, вы знаете, они не всегда соответствуют нашим фантазиям. Наши фантазии тоже основаны на жизни или могут быть о жизни, пусть еще и не случившимся событиям. Но моя практика, мой личный опыт общения немножко рассказывает о другом. Что в оконцовке освобождал Бог. Тогда, когда он реально смирялся. Реально захотел новой жизни. Да, он услышал, в принципе, порой он в этом репцентре очередной раз оказывался. С третьего раза. Но он сам доходил до этого уже, до ручки. И вот живой пример. Пусть мы такой возьмем пример более, получается, притчевый. Да, человек спасся, что же ему теперь из болота вытащил человек, но не довел до дома. Что его, ругать своего спасителя? Во-первых, а кто призывает ругать? Вот если это ко мне, допустим, обращено, а сейчас ко мне будут прямые обвинения в мою сторону. Мы к этому подберемся сегодня. Я даже не знаю, получится ли зачитать все, что я отобрал. Может быть, придется разбить на два ролика. Ну, все по состоянию. Насколько меня хватит. Нет, разобью. И еще один потом запишу. Какая разница, сколько там этих дублей сделать. Я думаю, что два часа – это предел. Но я хочу высказать все, что я тоже думаю. Ну, и кто, у кого есть время и желание, слышать, тот будет слушать. Вот я когда-нибудь призывал ругать. И я это не делаю по примеру и учению моего спасителя. Моего, да. Кто говорит ругать спасителя? Причем человека. Причем за что? Вы понимаете, это все очень абстрактные формулы. Ругать спасителя за что? А если этот спаситель сейчас возьмет лом и маленькой девочке разобью, я же тоже могу придумать. Кто слышал мои первые беседы, когда я стал появляться в интернете, я очень часто приводил там некоторые такие случаи. Меня за них тоже укоряли. Чтобы вот какое-нибудь учение, поставить в тупик, это очень легко. Я дальше приведу. Хорошо, этот спаситель ваш, вы идете с ним по дороге, с болотистой местности, дом ваш далеко. Этот спаситель ваш берет лом и десятилетние девочки беззащитно на дороге разбивают голову. Я люблю контрасты. Как вам такой пиар-ход? Вы что, будете ругать его или благословлять, или по головке гладить? Это все очень, это очень нельзя так делать. Я надеюсь, я этим примером, продолжив это событие, да? А за что его ругать-то? Смотри, за спасение как ты его будешь ругать? Только иди идиот это будет делать. Я об этом говорил. Вы знаете, я о благодарности говорю всегда на основе Евангелия. Что неблагодарность всегда порицается. Посмотрите в Евангелие, посмотрите в Новый Завет. Благодарность, более того, эти слова благодарности, восхваления, очень рядки, близки. И посмотрите, особенно на практику в Новый Завет. Как сам апостол восхвалял всех. Как хвалился, говорит, я вами буду хвалиться. И хвалился, какой этот хороший, а тот-то мне это сделал. А какой он молодец. А вы его примите, пылинки с него сдувайте. Вы посмотрите, как все он это писал. У нас есть изумительные послания частного характера. У Иисуса немножко другая ситуация. Мы не видим такой, знаете, интимной близости очень зачастую. Но у него тоже есть. И очень часто написано, что в оконцовке хвалили его. Как бы, да. И Иисус молчал. Я это всегда, кто, я просто сейчас не хочу. Примерно не будем с вами Евангелие читать. Благо у меня, в отличие от многих проповедников, есть теперь Новый Завет. Что я хотел сделать, я его записал. Я за каждое слово буду отвечать. Пожалуйста, можете мне тыкать, сколько угодно. Но там мне почему-то редко на канале Христолюб тыкают. Потому что там прямой текст идет. И там очень тяжело. Что-то я там такими кусками записываю, что там не вырвешь из контекста. Вот. Поэтому что вот это все? Вот кажется, я сейчас буду разглагольствовать, а получается на пустом месте. Надо конкретно. Поэтому, когда я, если это вообще сестра ведет к тому, я такое уже не раз слышал, ну вот, да, там ведь конфессии тоже к чему-то приводят, к Богу какому-то, все равно идет какая-то проповедь. Я все время задаю тоже вопрос. А подумайте, если было все в совершенстве. Если бы церковь не была культовой, не была порабощенной, не была заполненной кучей лжеучений, начиная от таких, как патриотизм, о спасении в диванном повере, о булка Боге, о спасении в церкви, о черно-белом спасении, о таинствах, об иконах, о мощах, о святых, о вечных, перевечных муках, что только мы 10 человек спасемся, все остальные в ад пойдут, а все эти культовые сооружения, миллиарды, триллиарды долларов, буханных никуда, а все эти отмывания, банки Ватикана, пересветы, торговля, алкоголем, табаком, наркотиками, церкви. Куда вы все это денете? Вы подумайте, если было бы хорошо, почему мы должны, вот как вот сестра сказала, в этом болоте сидеть, а это ли не болото, а спас ли вот человек, или еще потопил. Вопрос. Вы знаете, выйти из болота как бы наркомании, и впасть в болото чего, фарисейства, которые убили Христа, можно до чего докатиться, живя по закону, вы посмотрите, они же праведники были, только праведники убили настоящего праведника, потому что они оказались лжеправедниками, но по закону были, Павел был непорочен перед законом, непорочен, он сам о себе говорит. И спокойно, с радостью стоял, сторожил одежды, пока побивали Стефана камнями настоящего праведника. Этот праведный перед законом человек гнал церковь Божию, влочил мужчин и женщин, терзал, убивал, избивал, это уж там хоть все не написано, он сам себя называет извергом. Вы знаете, что это слово означает? Изверг, изверг, это просто человек, помраченный жестокостью, изверг, когда говорят, это значит, что он что-то сделает с особой, с извращенностью, изверг, извращенец, с особой, это вот знаете, он что-нибудь придумает, как их там поймать, будет все это, он называется извергом, я не знаю, так ли это там на каком, надо помнить, что все-таки Иисус говорил не на греческом, да, и уж апостол неизвестно на каком, тот же Павел хоть и имел, римское гражданство, до нас все дошло неизвестно как, но так до нас дошел синодальный перевод, изверг. На что мы смотреть будем? Мы что, будем тоже молчать об этом? Мы скатимся, да, типа нельзя никакого учения, лжеучения трогать, мы должны лжи учители, что, а как мы тогда жить будем, если у нас ложь, закваска, жизнь наша будет соответственна? Задумайтесь вот над этим все, кто, вот эти лжи, которые, одно дело мы искренне заблуждаемся, кажется, да ты в каждом найдешь ложь, каждый человек, человек ложь, да, но одно дело, это семья, вот есть церковь, братья, сестры, пусть их пять человек, они искренне стремятся к истине, к совершенству истины, к познанию и реализации в своей жизни, до одного что-то дошло, они поправят друг друга, они будут расти вместе, когда они и искренне стремятся к истине, истина только в Иисусе, даже не в Библии, только в Иисусе, а этот Иисус у тебя в сердце, ты должен жить вот здесь, прям баритон, и Бог четко говорит тебе, что правда, что ложь, кто знает это, тому мне ничего рассказывать, кто не знает, ты не познаешь, пока не захочешь поверить, что Бог в тебе, и что Бог благо, и Бог совершенствует, и Бог, Он Бог, Он все может, здесь никого нет, если Он сюда в сердце, я не хочу, чтобы сатана был, хочу только что внешне, как ты и сказал, и грех при дверях, все, доверяй своему сердцу, там Бог, и так живи, поступай только так, никак иначе, просто ты знай, если в тебя там есть лукавство, Бог-то его видит, ты себе никогда не ври, если ты знаешь, что так нельзя, никогда так не делай, так что вот так вот, так что все это, вот я такие приблизительно слышал, о чем сейчас сестра пишет, это все, во-первых, кого ругать, зачем ругать пастора, тем более за то, что он тебя спас, за что-то другое потом, во-первых, почему пастор, откуда они взялись, сейчас я не буду на эту тему, а то меня прет, надо все-таки читать вопросы, запомните мысль Нового Завета, сам апостол Павел, который, казалось бы, возлагает руки на Тимофея, уж понятно, на многих других, сам пишет, что дары духа, апостольство, пророчество, пресвитерство, учительство, дары исцеления, вспоможения, иные языки, Павел сам, казалось бы, в церкви, поставляя пресвитеров, старейшин, никогда не перечисляет в дарах духа, как и другие апостолы, тот же самый Петр, дар пресвитерства, это должность организационная, и вводить ее стали люди, причем ответ в самом, в самом Новом Завете, мне один брат тоже пишет, я ему так отвечаю, и он мне сам пишет, ну да, дары духа эти, а это их поставили люди, ну ты прочитай еще раз, что ты написал, как раз в две строчки, это дал Бог, а это люди, ты же сам написал, нигде дух святой не поставлял пресвитеров, Бог раздает дары, этими дарами человек служит в церкви, причем без всякого звания, апостол это не звание, это дар, это не должность, тебя не посылают по средам пятницам, ты действуешь по духу, иногда у тебя вообще нету слова, тебя заклевали, у тебя тоже борьба может быть, может быть сатана тебя удручает через плоть, через душу, да мало ли что, разве можно жить по расписанию, все где система, нет там никакого Бога, я вам буду все время говорить, посмотрите на Иисуса, создавал он какую-нибудь систему или нет, писал ли он о ней что-нибудь, нет, все где система, создали люди, хорошо это, я утверждаю, что нет, что хотите со мной делайте, у меня, я нелицеприятен, я ни одного человека не считаю Богом после Бога, все одинаковые, Павел и Петр, и Дева Мария, и Моисей, для меня все они одинаковые, я такой же как он, они такие же как я, Иисус для меня Бог, да, пришедшего плотием, все остальные люди, Иисус это делал? Нет, он на кого-нибудь возложил руки? Нет, кого-нибудь, он пресвитеров руку полагал, вообще об этом заикался ни разу, откуда появляются эти старейшины, они были в израильском народе, вот и все, этого ничего не было, просто человек, самый умудренный, самый ответственный, самый лидер, самый организатор, обычно обладает такими свойствами, самый общительный, вот у меня был один там босс, вот он мог, он сутками мог общаться, через него, не совру, я вам не совру, через него сотни человек в день проходили, сотни, он с каждым общался, ну, когда я клубами занимался, ресторанами, это машина просто, это его природа была, вот это, я ему вообще не читаю, в пятки не гожусь, но это опять, да это просто дар природы, отчасти, ну, что-то он там развивал, вот, но он наоборот говорил, я не могу и пять минут молчать, он действительно не мог пять минут молчать, мы наедине остаемся, уже казалось бы там, уже все разойдутся после работы, ну, я помощником был, замом, у него все равно, рот не закрывает все урожения, у тебя вообще, сутками, человек мог говорить сутками, что-то у меня без разминки, тоже голос, неделю я передохнул, вот так вот, поэтому все вот это вот, все эти системы, все это ложь, при чем тот человек тебя спас, не надо его, ругать-то, не надо ему быть неблагодарным, но почему ты должен стать рабом этого человека, если это любовь, этот человек с тебя никогда ничего не потребует, человек, сделайте, где, человек, тот, который оказал любовь, и вы сами на себя посмотрите, если у меня в сердце, сидит мысль, она сидит, очень часто, единственное, надо бороться тоже, но она сидит вот здесь, если вы ее не принимаете, если она тебе сюда, не дай бог, залезла, ты осужден от своего доброго дела, Господь все время говорил, если вы все сотворите, вы все на земле, братья и сестры, все сотворите, вы рабы, ничего не стоящие, Павел писал, никому не оставайтесь должным ничем, кроме взаимной любви, вот, поэтому если этот человек тебе что-нибудь предъявит, знай, у него была какая-то цель, зачем он тебя спас, ты не ходишь теперь в его секту, и он тебе это предъявляет, он спас тебя не для тебя, не для бога, а для своей секты, тогда можешь спокойно от него, вообще я бы от такого бежал сломя голову, этот человек исполнен нечистого духа, духа власти, духа раболепства перед своим-то сектой, своими руками, его же, либо его там, простите, на ковер вызывать за то, что где он потерял своих, кого там понаприводил, если человек с тебя просит за любовь, за свою некогда оказанную, никакой любви он тебе не делал, можешь забыть об этом, это тебе Бог сделал, скажи ему спасибо, и помахай рукой, Господь сказал, о таких, сейчас не вырвано из контекста, обратитесь к контексту этих мест, писаний, которые я вам сейчас вспомню, Господь сказал, если брат твой, или сестра, или мать, или отец, соблазняет тебя от меня, и от истины, там этот контекст, помните, там ему говорили, он говорит, отойди, отрежь, отсеки, лучше тебе войти одному, в Царство Небесное, чем с руками и с ногами, или вам вдвоем пойти в гиенну огненную, посмотрите, там Господь говорил, как раз кто возлюбит отца или мать, там этот контекст, там в разных синоптиках, как будто Господь немножко к разным темам, туда мы разные места сказали, и есть именно в этом, вы помните, Господь говорит, даже от матери отойдет от отца, если тебя ведут от меня, а он это истина, отвод от Иисуса, отвод от истины, это равнозначные понятия, если бы отводят от истины, а истины в Боге, а Бог есть любовь, Бог есть радость, Бог есть мир, Бог есть крот, смирение, долготерпение, если тебя от этого отводят, ты пойдешь в ад, зачем тебе идти вместе с ним, спасись сам, и ты возможно сам этому человеку отдашь такой же золотой монетой, может быть даже вместо серебряной, когда ты сам чуть из болота вытащив, дойдешь до дома и его доведешь, вот такое тоже может быть, может быть, может быть, поэтому все это очень абстрактно, я говорю, вот хорошо бы такие беседы проводить, да, пожалуйста, звоните, я всегда доступен в скайпе, можно было сразу корректировать, о чем речь, все это можно, я говорю, а вот как вам такой пиар-ход, а как вам такой пиар-ход, что он вас вытащил из болота, вы идете по болотистой местности, и он проваливается рядышком, а грех, это не проваливание в болото, отступление от истины, это не проваливание в болото, это проваливание, поэтому если ты, он тебя вытащил сначала из твоего болота, ты, выйди из этого болота, познал истину, а он от истины отвалился, что писали все апостолы, еще из Ветхого Завета, вспоминая всех пророков, обличи брата твоего в грехе, чтобы спасти свою душу, потому что Господь сказал, если ты ему не скажешь этого, я с тебя в его душу взыщу, ты обязану сказать, что брат, мы вне истины с тобой, мы идем не туда, мы идем вон в большое болото, и сейчас в него рухнем, давай-ка левее брать, если он не захочет брать левее, пусть идет, лучше выразиться правее, давай правее, а пойдет левее, вот и пусть идет в болото, вы ему предложите пойти правее, захочет он, хорошо, дальше идите нет, ну что ж, ты был в болоте, он шел там мимоходом, спас тебя и сам утонул, это его выбор, ты ему предложил, когда вы шли по суху пойти правее, он не захотел, он пошел налево, это его выбор, он свободен, как и ты, он для тебя чего спас, он тебе хомут на шее, и сюда наручники, и цепочечку, и пошли за мной, так что ли он тебя спас, нет, если он тебя спас, вы идете как друзья, вы имеете право расстаться, потому что он же возможно искренне убежден, что он идет правее, он просто идет левее, но ему кажется, да, он с тобой не хочет соглашаться, он также боится в принципе в болото упасть, но ты видишь свое болото и свой путь, а он свой, поэтому все это вот очень абстрактные вещи, и не надо путать человека, их учения, конкретных человеков, вот сейчас как раз вы рассказали по поводу того человека, который вам сделал благо, вы чуть не забыли о благодарности, сейчас я буду зачитывать два комментария, прежде я расскажу предысторию, я рассказывал, когда год назад тут я с домом нужно было покупать его, мне помогли люди, вот два комментария, которые сейчас будут зачитывать, написала сестра недавно, полгода она ничего не писала, у нас порвало сообщение, до этого мы общались, она долго меня смотрела вроде как до этого, она из одной из протестантских сект, как они называют, возможно она сейчас слушает это, возможно нет, я говорил, что я не лицеприятен, вот, она это написала, причем написала мне не в личку, а под роликами, вот этим православие, протестантизм, я это просто помню, поэтому сейчас, то я говорю, что анонимно все, но это есть анонимно, я помню прекрасно, откуда иначе, ибо это меня в сердце зацепило, и я же по аватарке, хотя там все спрятано, как всегда, птички, перептички всякие, но я-то знаю, кто это пишет, я хочу все рассказать, раз уж на то пошло, может она это послушать, раз она не хочет общаться лично, раз уж на порвалось общение, эта сестра мне помогла, сестра из Америки, вот, своим трудом зарабатывает, на жизнь, вот, помогла мне тоже, раз помогла, два помогла, велосипед, это ее подарок мне, вот, с домом она мне помогла, тоже свою лепту крупную внесла, очень крупный, сказал, ну, правда, я рассказывал, что собрал я 200 тысяч почти, из них я 100 и отдал, мне нужно было всего 70 с чем-то, там документы, и кое-что я по мелочи сделал, я сразу спросил, предупредил, кто мне помогал, тем более, с кем я имел общение, сказали, да это все тебе, типа трати куда хочешь, ну, я говорю, тут по мелочи, я все потом покажу, я окно помню поменял, вот это за 4 тысячи, или, ну, за пятерку максимум, она встала, я уж не помню, открываешься там, что-то воду сделал на участке, немножко, чтобы поливать, хотя 100 тысяч я отдал, нуждающимся точно так же, вот, потому что переводы были крупные, мне в принципе не на что было их тратить, я ничего тогда не хотел, у меня вот этот компьютер был, мне пока ничего не надо было, я живу по жизни, то что мне надо на сегодняшний день, так приблизительно, ну, какие-то планы могу мелкие строить, ну, тогда у меня особо ничего не было, у меня нет желания вбухивать в этот дом, что-то, ну, ну, ладно, ну, и вот, ну, а потом чем дальше, и в оконцовке с этой сестрой, она не выдержала, о моих проповеди, о свободе, об обличении всех этих протестантских лжеучений, она принадлежит к протестантским направлениям, хотя называет себя евангельскими, сейчас почитаем, я надеюсь, если она это слушает, то слушает до конца, я не хочу не ругаться, ничего, ну, хочу ответить, он все себе позволяет, это сестра, которую я не могу укорить в том, что у нее не было ко мне любви, еще такая, он даже Библию, туалетной бумагой называл, я, наверное, зачитаю побольше, а потом уже прокомментирую, что я хочу, о верующих в благодать бесноватыми свиньями, и много еще грубейшей клеветы, понапридумывал и выдает людям, не сведущим, за правду, а они ему лайки ставят, а вот поставил бы тебе Христос лайк, ты задумайся об этом, о какой любви ты все время кричишь в каждом видео, ты же всех облил грязной клеветой, и при этом улыбаешься, сам с собой довольный, один единственный праведный, в кавычках, тебе лайки нужны, а Бога ты не боишься, а зря, докатился до лесных, от лесных похвал, но больше всех, все-таки ты сам себя хвалишь, и это сквозит в каждом видео, глаза гордые, это она цитирует притча пятая глава, ну на самом деле, что это за цитата, это просто слова из сердца, какая разница, давать ссылку или не давать на притче, глаза гордые, посмотрите в мои глаза, язык лживый, лжесвидетель, я даже не знаю, называть ее сестрой, мне это не жалко, может ей противно просто, какой ей гордец, и лживый лжесвидетель, брат, я просто не знаю тогда, наговаривающий ложь, и сеющий раздор между братьями, вот то, что ненавидит Господь, ну это типа, она цитату приводит, хотя это просто, на самом деле, слова от сердца, какая разница, есть там цитата, нет, переслушай, она же ко мне это применяет, она же мне цитирует, переслушай, сам себя увидишь, что ты хвалишься собой, проповедуешь ты не любовь, и не Евангелие, и не надо прикрываться красивыми словами, ты еще не очистил, как должно, свои уста, чтобы проповедовать Евангелие, мерзко это выглядит, почему я никому себя не вверяю, по образу моего учителя, всякий человек тоже, но кто знает меня, я очень доверчивый человек, и впервые, я сначала себя доверяю человеку, неважно, что он мне потом сделает, я живу по принципу, не доверяю, но проверяю, нет, а доверься, и время покажет, кто этот человек, меня этому научила жизнь, такое было от начала, я очень открытый человек, и даже, когда меня где-то обижают, даже в жизни, такое было до покаяния, а уж после покаяния, я конечно не закрываюсь от новых людей, никогда, но с теми людьми, которые меня обидели, раны заживают очень плохо, это факт, дело не в прощении, а во внутренней отпечатке, наверное, да, следе, почему я всем говорю, лично никогда никого не обижайте, я эту сестру никогда ничем не обидел, я и слова плохого никогда не говорил, даже сейчас, я говорю, никто ее знать не знает, даже если вы найдете этот комментарий на ролике, там как всегда, пересылка на пустую страницу, там с аватаркой, с птичками, только я знаю, о ком идет речь, ну давайте теперь разберем, там еще второй есть, ну по порядку, он все позволяет себе, даже библию туалетной бумагой называл, что-то у меня тут ссылка, вот я не проверил, ну ладно, вот так вот откроем, кто знает, у меня есть ролик, в таком городе, как Вашингтон, не так давно, открыли, как я считаю, сатанинский музей антихристу, ну его назвали музей библии, я записал ролик, есть репортаж, с канала, с некоего, я его, он не на моем канале, потому что, что по авторским правам ничего там не предъявляли, я его, у меня есть там серый канал, где всякое барахло, я туда его закинул, я записал его, я записал свой комментарий, на людей, я там тоже не наезжаю, я их немножко срывался, может быть, ну каюсь, если на людей, вот, хотя вот этих, кто репортаж и говорил, я ничего к ним, никаких претензий, кто хочет, посмотрите весь ролик, он 55 минут, много любопытного для себя откроете, вот сестра писала, ну я ее буду сестрой называть, не знаю, если ей противно, я ее, может, напишу, я скажу, как тебе ее называть, если ты как хочешь, тебе противно, я не буду, я даже не знаю, смотрит-то мои ролики, нет, может он случайно опять вылез, полгода она вообще не писала, вот эта привычка выдирать из контекста, я вам покажу, она мне пишет о клевете, вы заметьте, много было высокопарных слов, ничего конкретного, ничего конкретного, вот тут писал, что я с гордыми глазами, со лживым языком, лжу и клевещу, вот я вам покажу, как настоящая клевета, особенно проповедник, все построено на вырванных стихах, ну вот хотя бы с этой минуты, так, я сейчас включу, так, я-то не слышу, вы должны слышать, мы знаем, что библия, это слово Божье, для нас она является, секундочку, мне придется тоже звук включить, чтобы я слышал, что там, просто я тихонечко, давайте послушаем, да, живой истиной, да библия, не слово Божье, и она не является живой истиной, живой истиной, есть Бог, Иисус Христос, когда Иисус Христос говорил, слово твое есть истинно, в 17 главе Евангелия, это Иоанна, которая является описанием, гефсиманской молитвы Иисуса Христа, то эти слова ему влагал, ну как бы, автор Евангелия от Иоанна, и этот автор вначале написал, в начале, в начале своего Евангелия писал так, в начале было слово, и слово было у Бога, и это слово было Бог, и слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели и свидетельствуем вам сию истину, которая есть жизнь для человека, которой осизали руки наши, на которую смотрели глаза наши, которые слышали уши наши, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, Бог есть свет, слово стало плотью, живая истина, это Иисус Христос, Бог, который сейчас среди истинных учеников обитает Духом Святым, для того, чтобы не нарушать нашу свободу, поэтому Бог во плоти вознесся, чтобы мы здесь проявили себя, и свое отношение к добру и злу, Библия это бумажка, бумажка, и вы из нее сделали туалет, слышали только то, что я сказал еще раз, еще раз слушаю, вы из нее сделали бумажку, я так считаю, сейчас я скажу, во-первых, просто обратите внимание, вы не я, не я назвал, я произнес предложение, фразу, вы из нее сделали бумажку, это раз, это я всегда говорю, что Библия, это я, кто мои ролики слушал, да, для меня бумажка, это не истина, для меня истина, живой Бог, Иисус, даже Бог, даже Бог с небес не писал ее, ее писал Моисей, и то, не Моисей не писал пяти книжек, если кто-то не в курсе, Моисей писал только закон, там, который вообще, мы их даже видеть не видим, где, что это написано, пяти книжек не писал Моисей, это третье лицо, какое-то писал, вы почитайте, само пяти книжек, это не Моисей писал, Моисей не будет, само себе, писать в третьем лице, почитайте это третье лицо все книги нового завета точно также написаны почти все книги ветхого завета во-первых я обращаю внимание вы да не к добру и злу библия это бумажка бумажка библия это бумажка сделали туалет и вы из нее сделали туалетную бумажку выкинув оттуда благовестие спасительную весть для каждого человека радостную весть о спасении кто знает о чем весь ролик в этом музее не нашлось места евангелию иисусу христу вообще огромный музей 560 миллионов долларов 44 по моему тысячи квадратных метров не наш пустые коридоры не нашлось место иисусу обратите внимание кому интересно посмотреть ролик еще раз что я лично произнес что библия то бумажка у кого-то есть это что иисус это бумажка на компьютере у меня есть монитор если у кого тут не понимать что библия бумажка мне очень жаль этих людей тоже реальная бумажка и и напечатали написали на не что-то люди и когда она истлевает и вообще выкидывают или библия это бог я не пойму для меня бог пришел во плоти только во плоти иисуса христа я говорю и вы из нее сделали туалетную бумажку выкинув оттуда евангелие что они сделали посмотрите мой ролик весь уже в контексте от цель побольше взял более того в этом ролике играл что для меня вашей библии по мне дальше сказал и есть туалетная бумага я бы у день никогда не стал я бы про я и читал я начал тоже я вам свою историю расскажу еще на канале да я также приткнулся как и все на авторозакон на числах еще исход кое-как проживал прошу уже после второй план там уже начинается вот это все а потом все кто там будет эту муть читать я бы никогда и у день не стал кто там будет читать весь этот всю эту грязь собирать хочешь жить по закону живи побивай блудни скамьями будь рабом этому культу режь животных я вегетарианец пищу то не ем а еще я буду культовые жертвы приносить я бы никогда в жизни ни одной баранини горло бы не перерезал живи по закону для меня ветхий завет это туалетная бумага я сейчас публично это говорю ветхий завет до туалетная бумага без евангелия в наше время а для иудеев дан был закон павел сказал по какой причине по причине преступления данным беззаконникам грубо выразиться педерастом наркоманом там кому сказано с мужиком с мужиком не ложится святому народу что ли павел четко сказал это все было в народе бог адама не учил нигде закону в раю потому что бог не учит плохом они все это делали бог им все это запретил делать хотя это все было запрет в сердце каждого человека живите по закону кто вам не дает это раз поэтому это не я называю а это вы из нее сделали вы я считаю в третьем лице обращаюсь я не знаю может быть и ты сестра если ты с ними заодно значит и вы и значит и ты хотя я говорю вы тебя лично нету в лицо и тебе ничего не говорю ты сама мне пишешь через десятые руки через youtube у тебя что нет со мной связи есть я говорю будем здесь значит разбираться это лжесвидетельство на меня он даже библию называл да в каком конец что не то вы евангелие выкинули вы распяли иисуса и снова ругаетесь ему да я бы этот музей близко бы не подошел взорвал бы вообще в клочья бы я тот ролик три дня записать не мог у меня почему сейчас такие возмущения опять взорвался я три дня не мог записать я как посмотрел репортаж я вообще думаю я глазам своим поверить не мог ушам что правда это христиане строит музей без христа на кого-то клевещешь что а верующих благодать бесноватыми свиньями так ну а первых если идут сын если идут такие слова давай ссылки ты мне в личку пишешь по поводу верующих благодать ролики о суде у меня есть плейлист судилищ суд божий или судилище христова я есть кидал я не знаю досмотрел она хватило мне сил посмотреть нет они любят только своей елейной проповеди где только о спасении вырывают этот кусок я только этого коснусь ибо благодатью вы спасены через веру это послание к ефесиным через веру и сияние от вас божий дар не отдел чтобы никто не хвалился павел горит на похвальби от тщеславии о том что иисус говорил своим ученикам вы если все сделаете почитайте себе и думайте себе говорите и поймите что вы ничего не сделали высокого вы созданы на добрые дела вы мой образ и подобие я бог я любовь говорить что мы рабы ничего не стоящий павел говорит о том же самом это раз это что касается 2 главы 8 стиха вы хоть раз слышали что протестант произнес за этим за 8 9 стихом 10 стих вы когда не такой слышали да никогда вы отродясь не услышите ибо мы его творение созданы во христе иисусе ты создан во христе когда ты крестился ты вас воскреснем на добрые дела которые бог предназначил тебе исполнять еще самого начала ибо иоанн богослов писал своем послании что о воле его от начала чтобы мы любили друг друга а когда иисус пришел бог во плоти еще веровали в него как бога ибо ничего другого не может значить его слова веруйте в бога и в меня веруйте как можно веровать в человека прочитайте еще раз эту фразу фразу мы его творение созданы на добрый если ты не творишь добрых дел ты не спасаешься никакой веру ибо мы его творение созданы на добрые дела которые бог предназначил вы никогда не говорите о делах если вы не говорите о делах бесполезно горит а вере она ничего не стоит более того с чего начинает это послание апостол павел это я тоже вырываю только прочтите целиком где павел все время и говорит о делах о делах любви и радости мира долготерпения чего вас переклинило на веру разве об этом весь новый завет разве иисус только об этом говорил вы послушайте свои проповеди я этой сестре сколько пропискил просил скинуть ничего я или именно на этой сестре ой я завожусь не могу я лично убедился о какой-то безумной слепоте или сознательной противлению истины хулую на дыху святого она мне сама горда иисус не проповедовал я не буду называть ее секту или называть я уже не знаю он это не проповедовал я но отчет от меня тогда хочешь я что буду проповедовать сейчас я этого еще коснусь четвертый стих так он все начинается я буду чуть вырывать потому что просто времени нет все читать хотя чувствую мы сегодня недалеко уйдем я буду разбивать ролик я знал что я застряну кстати на этом вопросе как чувствовал с этой сестрой буду разбираться так как он избрал нас в нем прежде 4 стих часа вначале все начинает павел его мысль над понять как павел мыслил так как он избрал нас в нем прежде создание мира чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви если ты не в любви ты не святы непорочен пред богом ты грешник вы об этом когда-то говорите никогда прежде он год создания мира чтобы мы были бог есть прежде бытия и после него и бог есть любовь вы о ней говорите да никогда выбрать только любви бога к вам и и вашей любви к нему невидимый и кто меня знает это я не я не потому что тут такой за экраном распинаюсь я все знают я говорю вот мои контакты всегда на экране пожалуйста вся доступен для дебатов для споров для общения во христе хотя заочно я вот да как папа с отважен лично я скромен я лично чуть и выносить не хочешь истину не надо сейчас я распыляю заочно кто меня знает лично я кроток и смирен я не будьте не мозг выносить не голос повышать ничего те предъявлять кто мои беседы слышал не хочешь истину не хочешь искать и не хочешь ее принимать живи сиди в болоте твое дело чем заканчивает это я так вырываю что просто мысль была то дети повинуть то есть он учит любви воспитывать их в учении наставления господним они ваши секты рабы повинутись господам своим по плоти со страхом и трепетом в паста и в простоте сердца вашего ко христу несвидимый только услуги как человек угодники но как рабы христовы исполняя волю божью от души служа с усердием это уже все это же послание заканчивать я пока в другие места даже не лезу вы же вырываете оттуда благодатью вы спасены не отдел чтобы не хвалиться не хвались ты создан на добрые дела павел горит отчиславии он не говорит он не придумывает учение о спасении по вере он сразу две цели убивает до то что ты спасся кто на себя посмотрит только только простить действительно вот такой вот повернутый покаявшись и скажешь что он за дела свои спасен за какие дела это мы как раз до покаяния себе мнили что да я не такой уж как прочие люди то а кого касался свет христов тот понимал что жил как свинья последние вот действительно сильнее бесноватая и я такая же была до покаяния служа с узернем как боск господу они как человеком зная что каждый получит от господа по мере добра который он сделал павел не учила воздаяние не учила мере воздаяния по мере добра меры весы знаете мера слова весы бог будет взвешивать но здесь он говорит только о добре а кто знает в коринфинах прямо говорит что на судилище христово мы получим каждый соответственно тому что он делал жиря в теле доброе или худое они становятся только на добром они становятся только на чем на чем им удобно а это кому павел писал по мере добро которым сделал рапали свободной и вы и вы господ и вы господа поступайте с ними также умеряя строгость знает что и над вами эту пишет христианам самими и над ними есть на небесах господь у которого нет лицеприятия верун ты не верун православный католик протестанты ему вообще без разницы бог мы все его дети уход чтобы все в совершенную степень пришли в любви они в этих лжеучениях потопали неизвестно как живя и жаль что эти лжеучения являются между нами камнями преткновения лжеучения ему дадим отчет бесноватыми свиньями господи помилуй это я вас бесноватыми свиньями называл во первых все это без ссылок я верю я ведь не могу обратиться просто про туалетную бумагу я знаю где говорил это в том ролике да библия для меня не то что туалетная бумага а зло для человека распявший иисуса вырвем все не будем читать их основатели протестантизм я уже говорил лютерт к ливен цвингли я уж план позабывал не хочу даже с ними связываться этими лжеучениями всеми дай бог они все там и мы все встретимся лютер перевал сестра мне прошлом ролик помните писал там я говорил вот он же перевел на немецкий библию вы знаете мне большой вопрос вообще что он там перевел он якобы послание вообще не хотел переводить ну вообще он его обличал он его запрещал он его хулил она всячески постался выкинуть угадал что это не евангельское он его порочил он его пытался истинность его что нет доказательствует она не соответствует учения значит нет документе давайте его выкинем он реально пытался перевернуть учение христова читаем внимательно послание стоит первым в новом завете он ненавидел что она стоит первым там если вы исполняете закон царский какой люби ближнего ненавидь врага нет возлюби ближнего то как самого себя хорошо делаете но если поступаете с лицеприятием то грех делаете и перед законом оказывать преступником кто соблюдает весь закон и совершит в одном чего-нибудь тот становится виновным во всем ибо тот же кто сказал не прелюбодействуя сказал и не убей потому если ты не прелюбодействуешь но убьешь то ты также преступник закона так говорить так поступать и как готовящиеся быть судимы по закону свободы закону поступай возлюби ближнего твоего как самого себя это я написал это я говорю это я придумываю о суде над христианами это пишут христиан апостолы ученики иисуса христа так говорите я так говорю так поступайте я живу как при же готовишься предстать на суд я против тебя сестра ничем еще сегодня даже не погрешил я заочно такой отважный лично я тебе даже говорить ничего не буду ты столько моих роликов пересмотрела если тебе истина не нужна вот она ибо суд без милости не оказавшим милости верующему будет суд как поверь его нет без милости суд без милости во первых суд а вторых без милости бог любовь да милость превозносится над судом ибо суд без милости суд во первых на то дело суд тебе бог будет судить и воздавать если ты много добра сделал а может и зла вообще не сделал молодец вайди в радость господина суд во первых без милости не оказавшим милости что польза братья мои если кто говорит что он имеет веру а дел веры не имеет а любовь это не дело веры а радость а мир а кротость может ли эта вера спасти его прямой вопрос прямой вопрос который лютер люди лютер ненавидел трясло от этого послания я правда не видел но я так предполагаю судя по его по его написанным талмудам прямой вопрос может ли это вера спасти его во первых он ответит я забегу вперед видишь ли что человек оправдывается делами они веруют только двадцать четвертый стих это раз чтобы ни у кого мысля не убежал вопрос прямой ставит апостол и сам на него отвечает если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания а что вы думаете все христиане не проходят мимо нуждающихся ой ли ой ли если им такую льют чепухню на уши в их них собраниях ой ли а кто-нибудь скажет им идите с миром это кому если бы то нет если бы этого не было в церкви кому все это писалось ответьте мне на вопросы кому а в других посланиях которые я там всегда ролики записываю об этом говорю кто знает кому там все это писалось не христи не христа это все послания церкви там нет ни одного послания язычникам у нас для язычников есть только евангелие все остальные послания относятся к нам к церкви к нам выпала вы киев его полосы такого павел обличал и осуждал всех кроме христовых мне опять ты чё ты тоже какой-то не такой ярда нет родные я вот в той группе в которую никто не осудил в христовых это кому пишет скажет ему иди с миром грейтесь и питайтесь не даст ему потребного для тела что пользы он грубые примеры самый приводит за который вообще никакой милости не будет веруешь ты не веруешь без разницы так и вера ну господь же не только нас научил кормить и питать у нас и вы помните как я всем привожу пример помимо великих дел когда я молюсь и там человек божьей милостью исцеляется господь взял простую умывальницу обычную умывальницу боже не божественную земную человеческую обычного человека влил в необычную воду человеческую на земле которая была взял обычное полотенце деревенское встал на свои человеческие колени и умыл ноги своим ученикам без витиеватых божественных приемов и сказал нам поступать также то есть евангелие извините не только в хлебе и в воде для нуждающихся уж чуть пошире она грубый пример приводит видимо уже дай до этого докатились так и вера если не имеет дел нашей веры евангельский мертва сама по себе прямой ответ может ли вера спасти его это мы далеко забежали в 24 стих он уже в семнадцатом отвечает вера без дел мертва сама по себе вот сестра хорош пример с болотом жив чек нет мертв его поглотила вот так по голову затянуло жив мертв верит верит вытащили нет дело кто сделал нет а зачем рядом верун сидит на суд на су ему зачем он спасен по вере ну тонет да тонет поверь и бог тебя вытащит за волосы а я посижу вера не имеющая дел мертва но скажет кто-нибудь вот они говорят ты имеешь веру а я имею дела покажи мне веру твою без дел твоих а я покажу тебе веру мою из дел моих яков почему-то ему собирался веру из дел показывает сейчас сестра меня будет укорять что я буду там своей праведности а вот здесь яков о чем говорил о божественной праведности ли он говорил что я покажу тебе веру из моих дел или он сказал из божественных дел я читаю вот русский текст он говорит человеку с которым так вот как я сейчас с сестрой общаюсь через монитор он говорит покажи мне веру из твоих дел а я тебе покажу веру из моих дел ты веру что бог един что бог тебя спас по вере ну еврея было максимум тогда что он едет теперь веруны верят что бог не просто един он еще и спас их через иисуса христа сына своего единородного хорошо ты хорошо делаешь это я назвал называю бе верующих благодать по вере бесами нет яков и бесы и вы не знаете к чему союз и относится и и бесы верует и трепещут и без и и вы но если и те и те веруют я вам всегда говорил простую богом данную в мироздании математическую теорию если а равно b а b равно c то а равно c если белый бесы веру это трепещут и сестра мне хорошо написал бога не боишься и вот веруны веруют и трепещут и те и те бесы это я назвал бесами верунов без дел я нет иаков которого ваш основатель так ненавидел но хочешь ли знать вот мне хоть сказать не основательные люди что вера без дел мертва второй раз говорит мне мысленно закрадывается сколько раз надо сказать тысячу десять тысяч миллион тысяч раз придаем и значение словам мы верим во что ваши лжи в учении ли вот в учении почему со абсолютно с мы хоть и читаем послание человеческие абсолютно согласуется с учением иисуса христа иисус к уверовавшему дим сказал кто соблюдет слово моё тут не увидит смерти во век вера только пол шага жить на болоте вперед посмотрю сколько там протянете два дня три дня домой то все-таки надо сестра дойти вот которым не писал без дома там на болоте делать тоже нечего прочь повесить помните как у павла бы случай когда они то после этого крушения на море выплали когда они костер разжигали чтобы согреться из хворосту на павла гадюка бросилась укусила вы все подумали вот человек грешный что и у бог которого спас от калибр крушение не щадит теперь через змею горит на все-таки лютый грешник все-таки бог его настигает своей рукой чё хорошего вылезти из болота и повеситься там от жизни невыносимы на болоте не делами ли оправдался авраам авраам отец по вере а это кто вот это пишет вы думаете протестант будет читать вы думаете он будет вдумываться вы думаете он признает отказать нет и у него должно тогда рухнуть все его лживое мировоззрение опять яков ставит вопрос заметьте два вопроса может ли вера спасти горит нет не делами ли авраам оправдался человек оправдывается делами они верою только не разрывают они эти вещи протестанты разорвали я разорвал нет не делами ли оправдался авраам ставит вопрос почему сделав что-то он перечисляет он говорит что он сделал возложив на жертвенник исаака сына своего видишь ли вот не хочешь сказать ты видишь ты читаешь ты это видишь или ты не хочешь этого принять веры без дела это беснование вера содействовала делам его но здесь слово вера или синодальный неудачный пример надо понять это надежда это упование вера является источником наших дел мы прежде чем что-то делать но это поверили я хочу что-то сделать я мыс пришла я поверил что я сейчас встану пойду заварю себе кофейко конфеточку возьму конфетками правда нет есть халва и поем я встаю в надежде что я дойду я поверил что это будет клево я это сделаю я захотел поверить захотеть это одно и то потом надежда сопровождает мы дело я иду одеваюсь я надеюсь что я могу встать могу одеться могу дойти до магазина что меня не поразит гром и молния меня не переедет машина у меня хватит денег на все эти сладости я иду я надеюсь надежда сопровождает любое дело ты когда же трудишься ты можешь месяцами делать какую-то вещь машину какую-то там супер тюнинговую вера источником является дело мысли надежда сопровождает весь твой процесс упование и делами великолепную фразу которая редко кто вообще принимает цитирует делами вера достигает совершенства я в жизни чему-то научусь только тогда когда я сделаю учит кто такому никто никогда читает это кто никто никогда делами вера достигает совершенства делами не вера вера достигает совершенства делами и совершенство это будет процесс длиною в жизнь и в вечную жизнь бог бесконечен аллилуйя слава тебе господи что ты бесконечен и мы никогда не умрем и нет предела где мы сядем и застрелимся от скуки бог бесконечен черно-белая всего протестантское мышление спасен не спасен спасен не спасен это все оправдание греха все кто придумали те лживые учения они сами это правдание оправдание у них это слово любима чё не оправдали грехи свои тайные грехи а порой явные вера делами делами не верой не надежды она я сижу и надеюсь что я сейчас не свалится шоколадка на лоб мой делами делами я могу только достигнуть этого пойти купить принести насладиться и доделать делами могу пойти купить и что-то сделать на столярном станке и потом насладиться тем стулом который я сделал у себя в мастерской делами я достигаю этого совершенства мечтать о себе какой великий плотник можно сколько угодно и ничего не сделать будешь делать и все будет как у одного места руки и исполнилось слово писания авраам веровал богу они в бога в богу он поверил а нам иисус сказал будешь святый непорочным любви будешь рядом со мной где и учитель тому ученики будет мы ученики его нет мы так переписчики передачи ки слова и это вменялся ему он веровал богу уверовал и исполнял в то во что поверил бог ему сказал он в это поверил исполнил что им бог сказал и что ему за это будет он во все это поверил в надежде все это исполнял и получил обещанное как в других местах написано и это вменился ему в праведность все вот это все вот это совокупе и он наречен другом божиим я вот это и казалось бы я своим словам сейчас говорю да нет я просто читаю видите ли вот я говорю видите ли протестанты что человек это я читают я не своим словам я читаю вам ваше слово божье человек о правды читайте как гривен по бумажке по папу вам читайте если вы глухие оправдывается делами ваш лютер цвингли кальвины и прочие ересиархи как их любит называть я их кроме как служителями сатаны не могу назвать я убежден что они оттуда нас не слышит поэтому на меня они не обижаются но в данный момент они оставили лжеучения рю давайте еще раз читайте по папу по губам человек человек оправдывается делами откройте их учение с чего начинаются откройте все проповеди послушайте все проповеди у вас будет оправдание по вере они веруют только никогда иисус не его истинные ученики веру отдел не отделяли бы вера это твоя жизнь оправдывается делами здесь по-русски написано или нет или это я придумал да нет это вы придумали подобный раф был или вы вырываете еще там у павла вы умудряетесь я сегодня цитировал где-то тщеславие вы придумаете свое учение о спасении по вере до до пришествия твоего в твое сердце подобный раф блудница не делами ли оправдалась предняв разведчиков отпустив их других путем ибо как тело без духа мертво так и вера без дел мертва можно читать до бесконечности ролик мы сегодня на этом практически закончим сейчас уже добьем там еще это не все только начало и много еще грубейший клеветы но очень легко говорить высокопарными словами много грубейший клеветы какая благодать еще я хотел он не а верующих в благодать в какую благодать кто меня слышал есть поведу что бог есть любовь да бог есть любовь я это проповедую грешником когда ты в это поверил бог тебе все простил дал тебе новый шанс написать туру жизнью ты даже отчетаешь как и все об этом говорил иисус об этом был его апостолы а в вашу благодать я и тогда говорил от спасения во второе пришествие спасение от суда во второе пришествие не важно как ты жил я не верю я не верю я публично заявляю да в такую благодать я не верю я не верю что иисус своей благодатью будет покрывать меня от гнева небесного отца хотя он будет сидеть судить меня напротив меня находясь как он будет закрывать меня от какого небесного отца я не верю в эту чушь вашу я не верю я не верю в благодать иисуса покрывающий меня грешника господь сказал детским языком что вы получите по делам по природе это будет вылить я много раз говорил это простое откровение каждому доступно все что в те внутри просто явится наружу иисус сказал грубыми словами для таких как мы хотя порой непонятно что проще жизненный образ или слова что слова по делам что жизненный образ это факт ты просто снимешь это павел сказал павел дал формулу вы когда от этого тела смерти тела греха разрешимся мы все предстанем на судилище христовый каждый получит в соответствии по делам то есть он только другими словами прекрасно дополнил слова иисуса соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое иисус говорил о христианах он горит я когда приду во второе пришествие 16 глава матфея 9 луки 8 марка где перед преображением когда он зашел и дав это явно образ он им говорит что я когда приду в царстве с восьмой с восьмой тьмой святых ангелов вы же передо мной предстанет ты кто-то изменится кто-то воскреснет и год вас дам каждому по делам его это иисус сказал своим учеником говоря им о своем втором пришествии там не будут грешники восставать грешники восставать будет еще через тысячу лет если буквально понимать эти слова тысячелетнее царство неважно короче в конце этого периода я не верю в вашу благодать я знаю что я дам отчет и я другим это проповедую и сам живут готовясь как аков сказал быть судимому по закону свобода а вы и чтобы а вашу благодать я не верю а бога любовь я проповедую что любому человеку дает второй шанс и даже покаявшимся всем падает и тут же восстает и пытается совершенствоваться господь конечно же есть любовь но если нет если ты как евреев автор писал произвольно продолжать грехи для тебя никакой благодати нету но ярость огня и страшное ожидание суда никакой крови не остается ни жертвы иисуса за тебя не знаю что еще сказать это я то людям несведущим клевету какую клевету скажи еще ты все что сказал я отчет за каждое свое слово тебе уже дал перед богом говорю какая грубейшая клевета а вот поставил бы тебе христ они ему лайки ставят а вот ты поставил бы тебе христос лайк бог мне судья я знаю я в отличие от вас верю что он меня будет судить и даже сейчас каждый раз судят у меня пока сердце чисто я обличаю ваши лживые учения хочу чтобы все люди были святы непорочны пред ним в любви они к по субботам только о вере проповедую с youtube канала или в живую низкого десятины не добровольно никакие вообще не собираю живу в семье надо я объявляю нужду ты задумайся об этом задумываюсь в чем ты меня все что ты мне я ответил я не вижу собой никакой вины верующими свиньями не я вас назвал и аков которого ваши основатели так ненавидели бог будет решать ставить мне лайки или нет а какой любви то есть всех облил грязных всех кого же учения да выйдите из них да и все и не обливайтесь грязью при этом улыбаешься а чё мне делать там нет второй плод духа радость я радуюсь в отличие от жизни у меня все хорошо сам собой довольный ну да сам собой своим бедом и женой чем не быть недовольным то великое благо как писать быть благочестивым и довольным я доволен я доволен всем что есть за все благодарю господа один единственный праведные тебе тебе лайки нужны а бога ты не боишься зря но я уже там о боге боязни сказал да и весы верует и трепещут аж прям аж прям трясутся вы помните как перед иисусом они тряслись и что и оставались без сами а я не боюсь я ничего плохого не сделал ни тебе никому-либо из вас все лжеучения я по образу моего учителя делаю он против всех восставал он говорил им о ветхих учениях вы думаете меч из них жизнь вечную они свидетельствуют обо мне но вы не хотите прийти ко мне это туалетная бумага без иисуса да может быть у меня жаргончик не совсем евангельский может в этом я конечно погрешаю хотя в туалетной бумаге ничего плохого не вижу и тоже пользуется ну просто велика ли ценность как пелгрилл в доме хозяина есть разные сосуды есть для благопотребного использования искал каким хочешь быть то же самое это вот на все что находиться хотели тоже пользу докатился от лесных пасу а один правильно я хочу сказать вот эта сестра в которой она секте есть сто лет приблизительно всем там был пик расцвета сто лет назад разных направлений это одно из них мне хоть сказать слушай дорогая вот ты и твои учителя все и все кто вы вышли мы же сами вышли от них и вас они тычут точно такие же ортодоксы все по католики протестанты тычут какие-то протестанты вас тычут тоже за ваши косяки а чё ты меня тычешь значит вы сто лет назад твои такие же учителя основатели ваше направление я не знаю называть называть значит ты можешь в нем находиться почему причем вы называете евангельскими христианами как я только я вижу заблуждение почему я не могу об этом говорить прямо открыто ведь те кто твою твою секту основали были я очень на них похож наверняка точно такие же были горячие и когда у них было новый завет на руках который сейчас доступен у каждого и тогда уже был практически доступен ибо сто лет назад все знают какое время было они стали благовестовать истину ты тогда начни с себя прежде чем меня укорять что я один был праведный я может и неправедный давай разбираться в каком конкретно вопросе я готов к общению я не такой пастор на кафедре ли вот такой поп с крестом которому за пушечный выстрел и на хромой казе не подъедешь да я-то открыт пожалуйста давай придем каком знаменателе ты веришь прав благодать вот в эту от второго пришествия или в какую-то благодать в какую я не верую благодать в любовь божию грешнику я верю да а потом сам господь сказал получите об этом все и книга откровения все это говорится христианах апостола все писали что сластолюбивые заживо умирают что в блуд свалившись или как воры если погибнете петр писал тоже будете судиться что пресвиттеры впавшие в сеть любостяжание будет судиться с дьяволом ты я что ли писал что вот это ты словами манипулируешь ты же знаешь прекрасно кто я начни с себя со своей секты правильно вы неправедники евангельские христиане и я евангельский можно с твоими постарами общаться этот этот нет тебе лайки нужны о господи на это я уж вообще перестал реагировать им писал ну да лайки мне нужно просто знать что кому я служу мне тоже нужна любовь я об этом тоже говорил вот и все я практически все знаю кто их ставит мои люди я им в ответ ставлю многих каналы есть какие-то что-то я тоже смотрю у некоторых людей вот и все это взаимный любовь ну да я один недостойный любви на всем белом свете страшный еретик тут я с об этом тоже будут писать докатилась от лесных похвал да что ты если мы сегодня за весь ролик все прочитали я с утра уже выложил и своим сбросила в группу сестра пишет вот это горит вопросики ты набрал до одни похвалы прям сейчас такое будет я вам покажу потом сколько у меня забаненных на канале так что наверно этот ролик мы закончим вот на этом сегодня сейчас договорим достаточно будет как раз отдельно ролик опять его для протестантов приберегу в одну папочку сложу ой докатился от лесных пасхал но больше все их все-таки ты сам себя хвалишь и это сквозит в каждом видео сейчас мы или я не стану сразу комментировать час на 2 дойдем она связана ну глаза горды язык лживый ты лично меня оскорбляешь в чем в чем моя ложь ну в чем а гордость в чем над кем я превознесся из вас лично да не над кем живи ты в грехе или там я не знаю в этих заблуждениях пожалуйста можешь проповедовать их я лично никому кто знает я них под какими блогами никогда ничего никому не пишу никого не укоряю кто мои беседы слушалась я начинаю ерша выпускать а я себе на шею тоже садится с лжеучения меня тоже попытки из такие слышали у меня все беседы которые позволяют люди там я выкладываю на беседах то извини вот имя мне мое спасение дорого мне все равно кто ты сколько тебе лет из ты ложь несешь мне на не нужно оставь и себе сам себя хвалишь это сквозит в каждом виде сейчас я по сто раз уже читаю наговаривающий ложь на кого на лжеучение да выйти вы из них я говорю они там знаете то вроде бы у ортодоксов там церковь мять оказывается не церковь мать оказывается нет для них их не секты точно так же вот они прям все это их не мать прям мать обидели да это лжеучение сформировано людьми и причем названная павлов киев ополосов а апостолы это обличали явно писали что все это заблуждение и сеющий раздор между братьями да никакого я раздора между братьями не сею да и друг друга можете любить ты сама от меня отреклась чет прекратил общение я с тобой не ссорился я не ругался я тебе тогда писал что я вообще удивляюсь как мы общий язык находим вроде говорили о любви тыграл ну да да любовь выше а где на любовь то без веры без любви вернее двера не твоя не моя ничего не стоит чё я тебе лично плохого сделал чё кому ты знаешь кого-то я поссорил брать в лжеучение да вы и так не общайтесь что православные с протестантами что ли общаясь да не смешите меня кого из кем поссорил больше да никого все то же самое говорю более того призываю как апостол вернуться к источникам христовым вот и все жить живой жизнью каждому познавать истину передавать следующим поколением и способным научить как апостолы писали вот и все никаких учений создавать надо сделать так что после тебя не бумажное наследили как сейчас видео осталось а живые учителя и так заквашивался мир в истине они так что вы в культ возводите свои учения учения уже есть нас культе это учение иисуса христа учения любви все а это ваше лжеучение переслушай сам себя увидишь что ты хвалишься собой проповедуешь ты не любовь и не евангелие не надо прикрываться красивыми словами ну высокопарные слова ни о чем я не любовь не проповедую да я один из немногих пунктов по интернету да лишь хвалюсь говорит хотя бы слово сколько она в новом завете употребляется и посчитать сколько за твоим паспорт паспорт паспортом пастором слова это закреплено много раз хэштег поставишь ему любовь во всей проповеди хорошо если раз вспомнит ты еще не очистил как должно свои уста чтобы проповедовать евангелие мерзко этого и ты мерзко выглядит не смотрите дима в такой одежде хочет предстать перед святым богом а то что христос совершил ну по их нему учению христос и цитирует хорошо христос пришел в мир спасти грешников из которых я 1 сказал апостол павел господи дай мне терпение ну сами же цитирует апостола павла который говорит о покаянии христос пришел в мир первый раз него 2 придет спасти меня от всех я в грехе жил после покаяния ноговы не питал ноги не умывал неблагодарным не благотворил и христос придет меня пил курил ел пил с пьяницами как там сказал господь причинам и и он пришел и все равно воздал мне просто так даже не без злых дела добрых то у меня нет ты просто мне все хорошо да и вообще мне ничего сдать не надо я просто спасен это какая-то степень все раз и я все черно-белая беленький да даже в этот вырванный стих если вчитаться о чем павел пишет даже в контекст не обращаясь причем заметьте откуда это это то что я вам из ефесиным опять читал опять кусочек из ефесиным тоже привычка просто читать библию стихами христос пришел в мир спасти грешников с которых я первый это она мне приводит чтобы я не 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 хвалился собою но дима сам себе сам себя спасет он не грешник это не пишет протестантского направления так вы грешники ли все-таки праведник веры жив будет в христе не нуждается ведь какая каша я об этом много она смотрела на ролик не поражает просто я даже не знаю стоит ли все это вообще уже вот это плевание стихами она чё дает кому не скажете давайте третью главу немного почитаем впрочем братья мои радуйтесь в господи 3 глава к филиппийцам послания писать вам о том же для меня не тягостно ну хотя мне за надо тягостной эти ролики записать а для вас наседательно но вот только по этой причине это дело берегитесь псов так не понял от кого там псами назвал язычников берегите злых делателей так не понял ну ладно еще под вопросом берегитесь обрезание обрезание сейчас считать духовно как только во-первых прежде всего это ортодоксия это вообще явные наследники они сами говорят что мы наследники израиля там все понятно там конченый вообще вопрос то же самое с протестантами обрезан это конкретно конфессии принадлежать по-другому павла это вообще никогда не читается почитайте римлянам павел обрезанный вот это и ответ этой сестре опять ты же из обрезанных как ты можешь хулить мне писали помнить прошлом иисус же вас учился в синагоге на потом он говорил что я хлеб шедший с небеса в синагога ветхий завет да я улыбаюсь эти мне весело жизнь это радость я бы сестру и расцеловал и вообще это я грудь и заочно такой кто меня лично знает тот знает кто и такой а вот тут я возгораю сейчас все в щепки разнесу потому что обрезание мы это пишет непорочный перед законом обрезанный восьмой день а он сейчас сам будет говорить и буду за него потому что обрезание мы служащий богу духа и хваляющиеся христом иисусом и не на плоть надеющиеся хотя я могу надеяться и на плоть если кто другой думать надеется на платье то я более обрезанный восьмой день из рода израилева колено вениаминова евреев по учению фарисеи по ревности то все можно я в пятом поколении там такой-то сектант все сюда можно приписать до по ревности гонитель церкви божьей как красиво написал на плоть надеюсь потому что я обрезан восьмой день раз из рода израиля два колено вениамином предлежу 3 евреет евреев по учению фарисей по правде законный непорочный кто на самом деле какое его определение бога о нем гонитель церкви у кого-то еще есть иллюзии что такое библия без евангелия идеально все исполнял еврей из избранного народа обрезать всю всю есть на нем божье определение который он сам о себе говорит гонитель церкви но что для меня было преимуществом то ради христа вот все что для вас вот это все вот внешне мишура ваше преимущество то ради христа я все почитаю да и все почитаю читаю ради превосходства познания я не понял он спасен или не спасен зачем ему познавать христа и каким образом он это будет делать верую я верю верю и верю в иисуса христа что это значит и не знаю то ли что он пришел 2000 лет там назад то ли что еще в то что он бог вообще никто не верит один кузнецов дурак все верующие в библию что слава божья что еще веришь его что-то верю 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 так он познает иисуса христа бог есть любовь бог ни в кого не верит бог вообще не вера ему не надо ни в кого верить бог есть любовь павел почему все почитал за чету чтобы при превосходство свое совершенство в познании возрастать в совершенство господа моего для него я от всего отказался откажитесь от всего этого и все почтите засор я вам буду хотите первом лице читать чтобы приобрести христа кто хочет приобрести христа вам надо выйти всего этого застан застан только там иисус познается он не познается в стане и найтись в нем не со своей праведностью которая от закона а какой праведности иисус павел говорит он был законником лютым какое-то вообще отношение ко мне имеет к учению лжи ум о спасении не отдела закона праведность как какая законоправедность это же слово над в кавычки поставить то что ты барашка режешь по субботам праздники соблюдаешь обрезал себе крайнюю плоть детородного органа господи велика праведность но стою которая через веру я поверил и стал и изменил свою жизнь через веру во христа в его евангелие если павел проглатывает ки славы знаете прекрасное учение иисуса его в другом месте все слова его других апостолов в братьев покайтесь и веруйте в евангелие веровать во христа иисус и здесь но сам стал истина только в иисусе а истинно есть любовь радость мир ты не просто вера эта вера в истину веруть иисуса верить в истинно это одно и то же а если это есть любовь я верю в любовь которую познал увидев христа на христе в радость жизни в мир души в кротость в смирение в долготерпение вот я все верю что это мой внутренний человек который должен вырасти в совершенство еще этих свойств через веру во христа с праведностью от бога по вере подает бог все потребно я верю мне дает бог силы но бог твоей свободой не нарушает бог свободен и не нарушает свободы человека чтобы только познать его и силу воскресенье его и участие в страданиях его сообразуясь смерти его чтобы достигнуть воскресенье мертвых еще достигнуть надо об этом не писал павел говорю так не потому что я уже достиг или у совершился это значит я не пойму а где же черно-белая ваша так павел достиг или достиг спасена или не спасет оправдан или не оправдан он говорит нет я еще не достиг или или стал совершенным но стремлюсь да он не грешник но он и ней но на не бог да бог тебя помиловал бог тебя простил бог тебе дал новый шанс написать книгу жизни твоей пиши и будешь падать ничего страшного вставай иди заново возрастая как ребенок возрастает как родители радуются вот учения иисус ваши лживые учения мне не нужны и их проповедовать не собираюсь а только забывая задние и простираясь вперед стремлюсь к цели к почести высшую высокого высшего совершенного божьего звания во христе иисусе каждый день он себя понуждал к совершенству каждый день боролся он писал с собой только вышел же его учителя придумали что он там это не о себе пишет он о себе пишет о ком еще прямым текстом говорит о себе это вы извращаете все в угоду вашим учениям это чё павел хвалился или горделивый такой был подражайте братья мне я не понял а ты куда иисуса отодвинул если ты сам еще такой грешник только совершишься зачем тебе подражать в чем в грехе ой какой бред вот этот несут это просто подражайте братья мне и смотрите на тех которые поступают по образу какой имеете в нас а мы-то должны иметь образ в иисусе кто помладше может смотреть и на режим их исполнители евангельской веры жизни ибо многие о которых я часто говорил вам и теперь даже со слезами говорю поступают как враги креста христов это кто и не христа это он говорит о христиане их конец погибель и бог чревы их слава в сраме они мысль-то земном наше жительство на небесах откуда мы ожидаем и спаситель господа нашего с христа который уничиженное тело наше приблизит так что она будет славное тело и усилу которым действует и покоряет себе все так что что тут еще сказать мне христос не нужно все это это все фразы к чему они вот эти христос пришел в мир спасти грешник до ко мне это уже не относится до меня бог спас 7 лет назад теперь я возрастаю с его с его силами с его вспомоществование мне всему потребованы мне подавая для совершения дел веры тела любви добрых дел радости даже когда мне плохо веселиться именно улыбаться что улыбка веселье и юмор это плоды это дела плода духа радости это мир поэтому заочно я отважен а лично скромен я ни с кем ругаться не собираюсь не хочешь не нужна тебе истина на здоровье там встретимся уисуса он нас рассудит у меня к тебе лично никаких претензий сидишь в болоте сиди мне с верунами не о чем общаться я почему избегать стал общения не о чем человек просто верен он мне ничего не должен вот я считаю себя должен всем любовью да а он уже в мыслях живет что он ничего никому не должен он спасен по вере черно-белая жизнь мне не интересен этот человек там встретимся иисус разберемся пока в этой жизни есть те люди кому я нужен кому я могу помочь кому я могу истину проповедовать да я не хочу свое больше время тратить на это я стал сам избегать отчасти общения с верунами или с бесами как хотите ну что на этом закончим час сорок сайт мой у вас на экранчике все мои контакты тоже я всем доступен я как раз ни от кого не прячусь я всегда открыт я и для живого общения некоторые люди со мной в живую встречались и знают что я такой же я ничего не боюсь да и даже бога представьте я его люблю либо он наш создатель и творец есть любви к нему исполняю его волю похвальба не похвальба я не стал вам другие места приводить там павел где-то хотя и не знаю что сам за собой это кто писал павел грешник я уж просто если честно устал не хочу этот грешник за собой ничего не знал все это это все и плевание стихами друг друга это все адреса трех моих каналов у вас на экране подписывайтесь смотрите роли какие вам интересно ставим лайк для возрастания моего числа и на самом деле кому полезно отрадно назидательно мое служение колонны делает лучшим приближает к истине усовершенств усовершает как-то освобождает ибо где нет свобода там нет никакого бога где ибо где дух господин там свобода рабам никогда свободных не понять это я уже понял давно ну и поделитесь этим роликом но с верунами не знаю они навряд ли это примут узким поделитесь кем считаете нужно на ю тубе в социальных сетях где считаете нужно пишите ваши мысли размышления комментарии задавайте вопросы как я обещал я буду стараться по субботам в три часа дня по москве в 15.00 по москве по субботам на канале христалют лайв в прямой трансляции отвечать на них я кстати чат наверно себе выведу я кое-что тут подделал может быть постарайся таки сразу за чатом следите если будет вопросы по ходу возникать чтобы сразу же действительно что все-таки было живое такое немножко общение вот ну единственное исключение я не могу жить по графику сейчас молитесь о моем полном выздоровлении поэтому может быть всяко но я буду стараться даже в угрюмом состоянии лишь бы хоть как-то была возможность все всех нежно целую крепко обнимая даже с тех с кем спорю все пока пока прощаюсь кем спорю все пока все пока субботам все пока